Норвежский Нобелевский комитет в пятницу объявил неожиданного лауреата Нобелевской премии мира 2016 года. Им стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Его наградили за усилие по заключению мирного соглашения с марксистской группировкой ФАРК. Престижную премию ему присудили даже несмотря на то, что по результатам недавнего референдума колумбийцы отклонили соглашение, посчитав, что оно будет слишком снисходительным к боевикам. Впрочем, сторонников договора тоже было немало. Разрыв между двумя лагерями был незначительным. «Награду также нужно рассматривать как дань уважения колумбийскому народу». Награда не распространяется на лидера ФАРК Родриго Лондона, который подписал соглашение с Сантосом. «Результаты референдума не отвечали ожиданиям Сантоса. Более 13 миллионов колумбийцев сказали договору нет. Результат сделал будущее страны очень неопределённым». Гражданская война в Колумбии продолжалась более полувека. Она была самой продолжительной в истории Латинской Америки. «Существует реальная опасность, что мирный процесс будет нарушен, и снова вспыхнет гражданская война. Поэтому крайне важно, чтобы обе стороны конфликта под руководством президента Сантоса и лидера повстанцев Лондона поддерживали режим прекращения огня». Размер денежной премии составит 8 миллионов шведских крон. Это приблизительно 930 тысяч долларов. Награду Хуану Мануэлю Сантусу вручат в Осло 10 декабря.